Учитель сказал, кто управляет с помощью добродетели, подобен полярной звезде. Она стоит на месте, а масса звезд вокруг нее роится. Учитель сказал, в Шидзин 300 стихов. Если выразить их суть в одной фразе, скажу, мысли их непорочны. Учитель сказал, если управлять посредством политических мер, наводить порядок посредством наказаний, народ станет уклоняться от ответственности и не будет испытывать стыда. Если управлять посредством добродетели, наводить порядок посредством ритуала, народ не только устыдится, но и исправится. Учитель сказал, в 15 лет я устремился к учебе, в 30 лет встал на ноги, в 40 лет освободился от сомнений, в 50 лет познал веление неба, в 60 лет стал правду различать на слух, С 70 лет следую желаниям в сердце и не нарушаю правил. Мэн Эдзи спросил о сыновье почтительности. Учитель ответил, не нарушай ритуалов. Однажды Фан Чи ехал с учителем, учитель сказал, Мэн Сунь спросил у меня о сыновье почтительности. Я ответил, не нарушай ритуалов. Фан Чи спросил, что это значит. Учитель ответил, родители живы, служи им по ритуалу. Умрут, похорони их по ритуалу. Совершай же автоприношение им тоже по ритуалу. Мэн Убо спросил о сыновье почтительности. Учитель ответил, это предупреждение страданий отца и матери. Цзэ Ю спросил о сыновье почтительности. Учитель ответил, нынешнее сыновье почтительность это так называемое умение содержать родителей. Однако возьмем, к примеру, собака лошадей. Они все тоже могут быть на содержании. Не будь самого почитания родителей, в чем было бы различие? Цзэ Ся спросил о сыновье почтительности. Учитель ответил, по внешним признакам ее трудно отличить. Когда есть дело, младшие берут на себя труд старших. Когда есть вино и еда, прежде рожденных почуют ими. Не это ли и следует считать сыновь непочтительностью? Учитель сказал, я весь день беседовал с Хоем. Он не перечил и выглядел глупцом. Но отослав его от себя и понаблюдав за его частной жизнью, я смог понять, Хой далеко не глупец. Учитель сказал, посмотри, почему он так поступает. Уясни, из чего он исходит. Найди, чем он успокаивается. Разве тогда человек скроется от тебя? Разве он скроется от тебя? Учитель сказал, того, кто повторяя старое, познает новое, можно считать наставником. Учитель сказал, благородный муж, он вам не кухонная посуда. Дзигун спросил о благородном муже. Учитель ответил, он прежде делом измеряет собственное слово и только после изрекает для других. Учитель сказал, благородный муж образует круг совершенства без выкраивания по образцу. Маленький человек даже при выкраивании по образцу не образует круга совершенства. Учитель сказал, учеба без размышления – это сеть. Размышления без учебы – напрасный труд и химера. Учитель сказал, преследование заинакомыслия – это губительно. Учитель сказал, Ю, научить ли тебя тому, что такое знание? То, что знаешь, считай знанием. То, что не знаешь, считай незнанием. Это и есть знание. Дзи Джан учился тому, как сделать карьеру. Учитель сказал, больше слушай, исключай сомнительное, осторожно говори об остальном, и тогда реже будешь ошибаться. Больше наблюдай, избегай опасности, осторожно действуй в остальном, и тогда реже будешь раскаиваться. Когда в словах будешь реже ошибаться, за поступки будешь реже раскаиваться, тогда с успехом сделаешь карьеру. Айгун спросил, что нужно сделать, чтобы народ покорился. Кунзе ответил, если выдвигать прямых, и ставить их над кривыми, то народ покорится. Если выдвигать кривых, и ставить их над прямыми, то народ не покорится. Дзы Кан Дзы спросил, как добиться того, чтобы народ был почтительным, преданным и старательным? Учитель ответил, предстань пред ним величественным, и тогда он будет почтительным. Влюди нормы сыновней почтительности и родительского милосердия, и тогда он будет преданным. Возбышай искусных и обучай неумелых, и тогда он будет старательным. Некто, обращаясь к Кунзе, спросил, почему бы вам, учитель, не заняться делами управления? Учитель ответил, в Шудзин сказано, когда нужно проявить сыновнюю почтительность, прояви сыновнюю почтительность, относись с любовью к старшим и младшим братьям. Все это и выливается в управление. А так как это и есть заняться делами управления, то зачем же мне еще обращаться к занятию делами управления? Учитель сказал, чтобы у человека не было веры, не знаю, как такое возможно. Если у большой повозки нет скреп и оглобель, или у малой повозки нет хомута с кольцом, то как тогда на них поедешь? Дзи Чжан спросил, можно ли узнать, что будет 10 поколений спустя? Учитель ответил, династия Инь основывалась на ритуале династии Ся. Что она изъяла и что внесла нового, это известно. Династия Джоу основывалась на ритуале династии Инь. Что она изъяла и что внесла нового, это тоже известно. Потому и о том, что будет при преемниках династии Джоу, пусть пройдет хоть 100 поколений, можно узнать. Учитель сказал, приносить жертвы душам не своих предков проявление лести. Видеть, чего требует долг и бездействовать, это отсутствие мужества.